Здравствуйте, меня зовут Горецкий Александр, я директором Центра Регенерации Организма в Севодице, в Польше. Сегодня у нас есть пациент, который приехал к нам из Нигерии, практически уже находится здесь два месяца, с болезнью, которая считается во всем мире неизлечимой. Сегодня мы пригласили нашего пациента, который приехал к нашему центру из Нигерии, и он болеет из северной болезни, которая неизвестна. Эта болезнь называется миопатия или мышечная дистрофия. Пациент болеет уже много лет и приехал к нам еще не в таком тяжелом состоянии, но и не в легком. Он болеет из миопатии или мастерной дистрофии. Он приехал в наш центр, его состояние не было плохой, и мы решили его помочь. Считаю, что за эти два месяца нам удалось не только остановить развитие его болезни, но и вернуть очень сильно функции, которые были утрачены в течение Нигерии. Я думаю, самое лучшее, если сам пациент объяснит, что с ним происходило, как он болел и что в настоящем состоянии болезни. Это было бы лучше, если наш пациент, как он был сам, расскажет нам несколько слов о истории о том, о истории его болезни и о исполнениях, которые он уже получил в наш центр. Меня зовут Дамилала Отопадеба, из Нигерии. Я 22 лет. Я имею в виду болезни. Это называется дистанционная апатия. Я заметил симптомы, о том, что это было несколько лет назад. Я заметил, что первые признаки заболевания были в визите на 8 лет назад, и я очень много появилась с травмами с этого времени. Я пытался делать очень много вещей, чтобы оставить ситуацию, и я был в депрессии. Я также использовал много drugs, так много, так много, так много, так много, так много. Я использовал около 80 разных drugs, каждый день. И все равно, нет улучшений, так много, так много. Я был в Индию, и я был в Индии. Я был в Индии, и я получил информацию из Израиля, что это было в Нокио. Я был на лечении Пинзи и я подключил подтверждение от израильских клиник, что нет никакого лекарства от моего заболевания. Я обнаружила информацию об этом центре на канале YouTube и я приехал сюда на лечение со своей мамой и с того момента. Но у меня все изменилось, все стало замечательно. Я чувствую, что я снова родился в этом месте. Я чувствую себя счастливой в этом месте. Я работаю сейчас. Я стою очень хорошо сейчас. Я делаю многое, что я не могу делать раньше. Я думаю, что половина тех функций, которые были трачены, сейчас уже восстановлены и я могу делать все много лучше. У меня очень много надежды и у меня очень много замечательного опыт в этом центре. Я очень счастлива, потому что у меня опять есть возможность жить. Я считаю, что этот центр действительно делает настоящие вещи и действительно помогает людям, помогает очень много людей. Но сколько лет назад мы повернули твою болезнь? Сколько лет назад ты чувствовал себя так и сейчас? Вы уже заметили какие-то проблемы. Вы уже заметили, что этот состояние здоровья, который ты имеешь в виду, когда ты имеешь в виду? Когда ты имеешь в виду, как много лет назад ты имеешь в виду? Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это было. Когда ты был 12-13 лет? Да. Но сейчас как лет? Я 22. Я рад. Я хорошо. Говорит, что он уже обсуждал этот вопрос со своей мамой. Ему кажется, что он сейчас находится в таком же состоянии, в котором он был, когда ему было 12-13 лет, а сейчас ему 2-2 года. Это очень хороший результат. Вы успели обратить свою работу за 10 лет. Да. Так сейчас, после того, около 8 лет мы вернули за год месяц к пункте второго метра. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сказали, что мы успели обратиться к пациенту за 8 лет, после этого 2 месяца? Да. Как оказалось, когда ко мне приехал первый пациент, мы его поставили на ноги. Я думал, что это случайность в том, что мы можем лечить такие болезни, как мышечная дистрофия, миопатия, рассеянный склероз, Паркинсона. Я думал, что это просто случайно получилось в жизни, и много таких вещей случается. Я думал, что я успела помогать этим пациентам на случайно. Но, когда мы стали принимать еще таких пациентов, я думала, что я смогла помочь этим пациентам на случайно. Оказалось, что почти все пациенты, практически все пациенты у нас получали излечение от таких самых тяжелых болезней, которые никто не может даже на 1% остановить. Когда мы начали принимать для этого пациента, мы увидели, что результаты для этого пациента были очень хороши. Никто в мире не может остановить прогрессию таких пациентов, даже на 1%. На сегодняшний день оказалось, что мы единственные в мире, кто способны реально лечить такие заболевания с очень-очень высокой процентной увеличенностью. Сегодня мы единственные, кто способны лечить такие заболевания в мире. Я бы сказал, что у всех 100% пациентов здесь происходит улучшение и остановка этих болезней. 100% из наших пациентов могут получать очень хорошие результаты для лечения, и прогрессия их болезней может остановить здесь, в нашем центре. Разница только в том, что человек приезжает в разных состояниях и на разное время, то есть разные сроки лечения, которые он сам себе устанавливает. Разница в результате для лечения наших пациентов, то есть, что наши пациенты приезжают в нашем центре в разных условиях, и они останутся в нашем центре в разных периодах. Первоначально при этих заболеваниях мы рекомендуем приезжать на два месяца и дальше еще повторять это лечение уже в зависимости от возможностей пациента. Мы рекомендуем пациентов с невероятных заболеваниями в наших центрах. процент, при котором человек восстанавливает свои функции, зависит только от времени пребывания здесь. Можно восстановить на 1%, на 10%, на 50% и на 100%. Я, можно сказать, официально заявляю, что на сегодняшний день мышечная дистрофия, неопатия, всех видов спокойно можно лечить в наших условиях. Я думаю, что Данил подтвердит то, что здесь сказано, или может что-то добавить или опровергнуть. Мистер Александр, я уверен, что вы можете подтвердить какие-то слова. Вы можете добавить что-то? Да, все, что мы говорили, это 100% верно. Все, что мы говорили. Я вижу, что здесь, я не мог верить, что я буду лучше в несколько месяцев. Я буду лучше в несколько месяцев. Но это просто чудо. Это просто чудо. Я думаю, что это просто чудо. Он считает, что здесь действительно все, что делает, это правда. Когда он приехал сюда, он убедился в этом. Он считает, что это просто чудо. Он считает, что это должно продолжать. Я очень рад, Данил, за себя, за то, что ты смог приехать и фактически заново родиться здесь. Мистер Александр, мы рады, что вы получили результаты. Мы рады, что вы использовали эту возможность снова. Хотел бы только добавить то, что здесь мы делаем. В мире еще никто никогда этого не делал. И те методики, которые он использует, их нет нигде он ниже. Поэтому, когда люди смотрят то, что мы делаем, они не верят. Я бы хотела добавить, что никто другой в мире не может делать такие вещи, которые мы делаем здесь, в нашем центре. Это почему многие люди не могут верить, что это может быть битко. Поэтому, самое нехорошее в том, что происходит в мире, это то, что ни врачи, ни сами больные не верят и разочаровались в том, что есть возможность им дальше вылечиться. Но наша методика это не только методика лечения, а и методика регенерации организма. Главное, кто вообще понимает этот смысл слова регенерации. То, что мы делаем, это фактически, если раньше искали эликсир молодости, но это искали в средствах каких-то, можно сказать, вторых, таблетках, кто-то в таблетках, кто-то в жидкостях. Я скажу, что мы нашли, но только не так, как все ждали этого. Вы даже не представляете, какие возможности у нашей методики. Если взять пожилого человека больного или здорового, мы спокойно можем его поставить на ноги и вернуть ему функции, которые он тратил или имел проблемы много лет. Например, если мы пытаемся помогать родственным человеком, то это не важно для нас, если этот человек будет серьезно живым или нет. Нашим методом лечения будет способен помогать этому человеку и восстановить его функции, которые были потерплены много лет назад. На сегодняшний день, я считаю, без преувеличения, мы являемся единственным геронтологическим центром, который отвечает функциям и названию этого слова. То есть мы можем спокойно продать жизнь. На сегодняшний день, я уверена, что наш центр является единственным геронтологическим центром, который может проломить жизнь людей. Есть определенные правила и условия пребывания здесь, которые, может быть, не всем и нравятся то, что мы делаем. С одной стороны, если посмотреть все, что мы делаем, оно настолько просто и легко. На самом деле, здесь очень много методов, которые человек даже не замечает, что они на него воздействуют. Мы используем много методов для употребления, поэтому наши пациенты даже не видят эффективную влияние этих методов на их тело. Поэтому мы фактически с этого года будем заниматься наравне с лечением болезней, будем еще заниматься продлением людям жизни, как фактически использование, как эликсира молодости в нашей детстве. То, что мы делаем, это дает возможность фактически заменить весь организм на новый изнутри и человек дальше функционирует. Все, что мы делаем здесь, будет помогать нам сохранять все внутренние органы в тело нашего пациента и сохранять все эффективные органы. Поэтому мы легко занимаемся лечением неизлеченных болезней, включая мышечные проблемы, неврологические заболевания и даже раковые заболевания. Поэтому это очень легко для нас, чтобы помочь иметь все эти неврологические заболевания и многие другие заболевания, включая мышечные заболевания. Почему нам это удается? Потому что мы, например, из 50 методик, которые используем, применяем очень сильных методов противораковых, около 30 методов только противораковых. Потому что мы используем 50 различных методов наше время, и около 30 методов из этих 50 методов, которые используют антикансерные методы. Фантастическое достоинство нашего воздействия заключается в том, что каждая из методик очень сильна, в то же время в комплексной терапии они дают только положительный эффект без помощных воздействий и без противопоказаний. Мы получаем очень хорошие результаты для улучшения наших заболеваний. Потому что каждый метод может быть использован отдельно, но мы используем их вместе. Думаю, что все мною сказано и так будет давать людям недоверие и то, что сказано, это тяжело воспринять, можно сказать, душой. Поэтому единственное, что остается, это пригласить вас увидеть своими глазами, приехать, посмотреть на наших пациентов, которые здесь и сидят. Я уверена, что не все люди верят в моих словах, не все люди верят в вас. Но единственное, что я могу сделать, я хочу приглашать вас, чтобы приехать в наш центр и получиться с нашими пациентами и нашими методами в нашем центре. Я приглашаю также ученых и врачей для того, чтобы они приехали и убедились своими глазами и не ставили смертный приговор людям, когда действительно есть то, что может их спасти, ваших пациентов. Я хочу приглашать специалисты и доктора, чтобы посетить мою центру и быть знакомыми с моими пациентами. То есть, они увидят в своими глазами, что все мои слова и правы, и что есть действительно хороший метод, который может помочь, чтобы воспринимать людей с неправильными болезнями. Перед тем, как человеку ставить смертный приговор в виде диагноза, который психически, морально и физически их будет убивать постепенно, убедитесь, что существует все-таки методика, которая может их спасти, а не убить. Прежде чем вы диагнозируете пациента, вы можете задать пациенту и рассказать вам пациенту о том, что это будет лучше, если вы увидите на ваших глазах, что есть хорошая возможность, хороший метод, который может помочь вашему пациенту. То, что мы делаем на сегодняшний день, это не то, что мы делали даже 2-3 года назад. Мы настолько модернизировали свой способ лечения, что не вижу преград для того, чтобы лечить огромное количество неизлеченных болезней. Я приглашаю всех желающих, чтобы они приезжали к нам центру. Среди тех же врачей очень много тоже больных и они тоже ни себе, ни больным не могут помочь. Пусть убедятся здесь и не возможно. Хочу пожелать всем крепкого здоровья и Если будет необходимая помощь, я всегда в вашем распоряжении. Пусть подарит самое дорогое – здоровье и молодость себе и своим близким.